мероприятие организовано на великолепном уровне количество спикеров специалистов такого масштаба я встречаю первый раз и особенно по такой узкой направленности которая развивается развивается с каждым днем в экзореабилитацию верю и активно мы ее используем и будем дальше использовать благодаря тому что технологии не стоят на месте развивается виртуальная реальность стимуляционные сенсорные методики то хотелось бы чтобы данная методика была более доступна широкому формату наших пациентов и чуть легче работала с нашим специалистам когда проводилось наше исследование она уже была подведена к финалу и relator нам привезли только на финальное показать его до этого мы его не использовали но на апробации конечно наши специалисты отметили значительное облегчение их работы ну для оптимизации работы прежде всего необходимо создать оптимальные условия для облегчения труда это хронометраж времени строго дозировать по времени нагрузку на инструктора во вторых хотелось бы использовать дополнительные технические приспособления которые бы облегчали работу инструктора это вот ралаторы подвесные системы и также хотелось бы очень учесть в нормативных правовых документах ту нагрузку которую испытывают наши инструктора и которая нигде не отражена основной контингент с которым мы работали это были пациенты после спинальных травм и с последствиями инсультов результаты конечно достаточно скажем так потрясающе если предварительно проходила подготовка пациентов к роботизированной механотерапии если сразу вот решили тут же начать то результат был не тот предварительно подготовив обучив пациентов укрепив верхние конечности мы добивались намного высшего результата нежели без подготовки мы являемся дальневосточным федеральным центром находимся в городе владивостоке да наша территориальная изолированность несколько конечно нас отделяет от современных технологий да и на проблему роботизированной механотерапии мы взглянули чуть чуть по другому когда в нашем реабилитационном центре появился экзоскелет наша команда специалистов прошла как как положено двухэтапную систему обучения наша востребованность данной процедуры оказалась крайне огромной потому что дальневосточный регион обделен данной медицинской услугой и к нам съезжали со всех регионов пациенты востребованность большой энтузиазм со стороны наших инструкторов методистов привел к тому что мы начали работать две смены на пару инструкторов стало приходиться по 10 тренингов с пациентами и через какой-то период времени что-то пошло не так инструктора начали очень часто меняться между собой количество процедур и пациентов стало резко уменьшаться возник вопрос что пошло не так вообще как нормировать нагрузку нашего инструктора при работе с экзоскелетом как проводить аккредитацию рабочего места вообще есть ли какая-либо профессиональная вредность и как это влияет на инструктора методиста проведя анализ литературы нормативной документации есть всего лишь один приказ 337 минздрава в которой нормируют работу инструктора методиста и там прописана лишь процедура механотерапии занятия в тренажерном зале 15 минут это на одну область естественно роботизированная механотерапия никто нигде никогда не слышал ну связи с этим пациент ориентированный подход в реабилитации это конечно все здорово но мы забыли о наших кадрах которые настоящий момент это крайне дефицитные специалисты не знаю как у вас но у нас в регионе это крайне большая большая востребованность и нехватка этих специалистов мы забыли о той нагрузке которые испытывают наши специалисты и мы забыли о том что в какой-то момент придет момент выгорания мы потеряем этих специалистов совместно с нашей мульти дисциплинарной бригады в которую ходил психолог мы решили изучить влияние работы роботизированной механотерапии на психоэмоциональное состояние наших инструкторов методистов в работе приняли участие 8 инструкторов средний возраст это 23 года достаточно молодые в основном это молодые люди девушек меньше инструктора методисты это соматически здоровые не имеющие никаких ограничений со стороны сердечно-сосудистых и иных систем заболеваний в чем заключается работа инструктора методистов все это прекрасно знают да это нужно сначала настроить и измерить пациента этот экзоскелет нужно переместить в ту или иную область зала работы процессом тренировки и страхования пациента длительность занятия от 30 до 60 минут при этом работа сопровождается характерным шумом и звуковыми сигналами что мы оценивали при в нашей работе уровень артериального давления использовались психологические опросники сан и шульте что такое опросник сан он включает в себя три блока который оценивает самочувствие активности настроения испытуемого средний балл равен 4 проводилась оценка до занятия и после занятия при этом оценивается не только суммарный балл по этой шкале но и оценивается соотношение показателей что преобладает активность настроение тест шульте он позволяет оценить в работаемость истощаемость внимания он проводится на специальных таблицах когда за определенный промежуток времени нужно собрать по порядку все цифры ну и что мы получили в итоге измеряя давление перед каждой процедурой и после процедуры да обратили внимание что постепенно все таки особенно к концу рабочей недели до артериальное давление у инструкторов повышается это после одной процедуры после двух подряд проведенных процедур давление уже становится боль на более высоких цифрах и более стабильно высоким показатели опросника сан до и после одного занятия до после одного занятия до самочувствия незначительно ухудшилась и настроение несколько упало да ну вроде как ничего здесь особенного такого нет но проводя второе уже занятия подряд все показатели самочувствие активность и настроение у персонала резко падала поэтому они начали между собой меняться отказываться не хотя они хотят выполнять это занятие кроме того утомляемость в до исследований до средняя скорость выполнения теста составляла 27 секунд после одного занятия она увеличилась на 5 секунд после двух занятий достигла уже 36 секунд это говорит о том что скорость реакции и внимание у инструктора постепенно начинают угасать тоже что приводит к может повести к плачевным результатам во время проведения тренировки тем самым наш опыт использования экзоатлета показал что усиленные интенсивные нагрузки да они все-таки не только влияют положительно на пациента но и несколько отрицательно влияют на наших инструкторов это достаточно большая кардионагрузка это приводит психоэмоциональному истощению и нашим опытным путем мы установили что на одну пару инструкторов день не более трех пилотов должно проходить поэтому благодарю за внимание огромное спасибо еще раз за предоставленную возможности и показать наши результаты в том числе и все-таки в том числе и в том числе и в том числе и в том числе и у нас Продолжение следует...